Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Таня Савичевой становилась все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу, но не сдавалась, жила. Мне рассказывали, наступила весна, зазеленили деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть больше половины, но с ней была мама, и Таня держалась. — Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне. — Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон. Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Танины рукой было написано «Мама, 13 мая, 7.30 часов утра 1942 года». Таня не написала слова, умерла. У нее не хватило сил написать это слово. Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы. — Можешь еще писать? — Я допишу, — ответила я и отвернулась, чтобы не видели мои глаз. Ведь Таня Савичева — моя подружка. Мы с Таней однокодки. Мы Василии Островские девчонки. Умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она Василиев Островской и Ленинградкой. Не продержалась бы так долго. Но она жила, значит, не сдавалась. Открыла страничку С. Там было два слова. Савичевы умерли. Открыла страничку У. Умерли все. Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву О. Осталась одна Таня. И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна. Без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная, под обстрелом, в пустой квартире на второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась. И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву. Почему одна? А я? У тебя же есть подруга, Валя Зайцева, твоя соседка, с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем. А когда надоест, я принесу из дома бабушкин платок. И мы сыграем в учительницу, Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева? Кто-то положил мне руку на плечо и сказал. Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нужно. Спасибо. Я не поняла, за что мне говорят спасибо. Я сказала, приду завтра без своего района. Можно? Приходи без района, сказали мне. Приходи. Твоя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиками партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева. И жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята. Как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми. И плывет наш остров, как корабль. Слева Нева, справа Невка. Впереди открытое море. Редактор субтитров А.Семкин